Баскетбольная команда Одесса не смогла в субботу реабилитироваться за поражение Запорожье и проиграла теперь уже Прометею Скаменского. Команда Виталия Черния явно сделала выводы после поражения в Южном, а потому о недонастрое речи быть не могло. С первых минут гости буквально забросали кольцо одесситов трехочковыми попаданиями. На рывок 19-2 в исполнении Прометея хозяева не сумели отреагировать должным образом. Первая четверть завершилась со счетом 8-30. Увы, исход встречи не вызывал сомнений. БК Одесса на протяжении второй и третьей четвертей пыталась сделать разницу в счете более-менее приличной, но Прометей и не думал останавливаться. Лишь в самом конце встречи гости позволили Никите Найку и Вадиму Прокопенко немного сократить отставание. Но вряд ли это сильно порадовало болельщиков одесского клуба 66-85. Програли игру в первой четверти, провалились, были беспомощные нападения. Прометей отлично попал, попал по-моему первые пять дальних бросков. Где-то, наверное, смутило, подломило, потому что мы думали сыграть покучнее. И надеялись на то, что в не совсем теплом зале ничего не полетит у соперника. Но Прометей и МРЦ после поражения Химико настроились совершенно по-другому. Попали отлично. Потом пытались выровнять. Где-то добавили в агрессии, где-то добавили в движении, в нападении. Но показатель, когда команда теряет мяч чаще, чем отдает результативную передачу. 17 передач, 20 потерь. То, естественно, ни о каких положительных результатах речи быть не может.